сегодня нас ждет интереснейшая тема мы начнем говорить о первобытном искусстве вспомним как появились первобытные люди как они жили как развивалась первобытное общество когда наша планета только сформировалась она была похожа на огромный огненный шар постепенно она остывала на ней появилась вода зародились первые микроорганизмы которые поглощали солнечный свет и выделяли кислород наполняя им океаны и будущую атмосферу формировались материки поверхность суши понемногу покрывалась растительностью из океаны выбрались первые живые существа это были пауки не хотела бы я оказаться в то время на нашей планете позже у некоторых рыб образовались лапки которые позволили им выбраться на сушу в те времена животные пережили массовое вымирание но все же в процессе эволюции снова расселились по всей поверхности земли и наступила эра динозавров каждый пятиклассник расскажет нам о динозаврах все поэтому мы не будем сейчас на них останавливаться скажем только о том что динозавры к сожалению тоже вымерли возможно в результате глобальной катастрофы связанные с падением огромного астероида в те времена выжили только мелкие млекопитающие и со временем они увеличились в размерах и среди них появились приматы ставшие нашими прародителями это был один вид обезьян чья эволюция пошла по пути развития мозга порой кажется что для выживания гораздо важнее такие качества как скорость сила острые зубы когти но ничего этого человека как известно нет представьте себе леопард берет в зубы косулю которая весит в несколько раз больше его и забирается с ней на дерево если бы люди имели способности леопарда то ваш папа мог бы взять в зубы мотоцикл и с помощью одних только лишь собственных когтей взобраться с ним на дерево получается что ваш папа намного слабее леопарда зато умнее благодаря мозгу мы стали самым влиятельным видом на земле история человечества начинается два с половиной миллиона лет назад ученые называют этот период каменным веком он был временем постепенного формирования современного человека археологи находят места где жили первобытные люди много каменных ножей топоров наконечников копий поэтому его и назвали каменным изготовление каменных приспособлений дело непростое попробуйте сами что-нибудь изготовить вы поймете как это трудно каменный век делится на палеолит мезолит и неолит самые ранние наши предки жили в африке их было много видов они так отличались друг от друга что даже не могли иметь общего потомства это время древнего палеолита самого длинного периода в истории человечества представьте если это все время существования людей то вот это древний палеолит вот это маленькая частичка это все остальное время такой продолжительный период был необходим для постепенной эволюции мозга у нее кстати есть свои минусы постоянно требуется очень много хорошей пищи и вот чем лучше люди питались тем умнее становились наши обезьяньи и предки питались растительной пищей но когда они перешли на мясо то сразу поумнели поэтому если ваша бабушка предложит съесть еще одну котлетку то не отказывайтесь вдруг это прибавит вам мудрости наши предки в те времена еще не умели охотиться поэтому как не прискорбно это признать они были падальщиками представьте тигр поймал добычу собрался пообедать а тут прибегает какое-то дикое племя все кричат шумят стучат палками бедный тигр в ужасе удирает а его добыча достается людям так они и поступали пока не научились охотиться а когда наши предки поняли как пользоваться огнем то стали питаться жареным мясом которое оказалось не только более приятным на вкус но еще и более питательным что послужило новому этапу развития когда древний палеолит закончился и начался средний на нашей планете осталось только два вида первобытных людей кроманьонцы и неандертальцы которые расселились по всей пригодной для жизни территории планеты кроманьонцы это наши с вами предки они были достаточно высокими примерно 180 сантиметров имели смуглую кожу карие глаза и темные волосы жили кстати не так уж и мало археологи находят остатки тех кто доживал до 60-70 лет они могли разговаривать имели свои традиции поверья, жизненный уклад кроманьонцы также заботились о нетрудоспособных членах общества например о стариках и коллегах примерно так же жили и неандертальцы они немного отличались внешне были ниже ростом шире в плечах имели рыжие волосы голубые глаза но неандертальцы к сожалению вымерли к концу среднего палеолита 40 тысяч лет назад начался поздний палеолит в это время ледниковый период очень холодно представьте средняя температура европейской части нашего континента минус 5 градусов огромные ледники людям приходилось выживать ледниковые периоды иногда наступают на земле по естественным причинам они сменяются временными потеплениями нам как раз повезло жить в один из них и он однажды закончится именно в позднем палеолите несмотря на все тяготы люди изобрели искусство оно было напрямую связано с их религиозными культами когда по-настоящему трудно и страшно хочется чтобы был кто-то сильный и могущественный с кем можно договориться и он поможет поэтому люди начали верить в существование богов а взаимодействовать с ними стали с помощью замысловатых магических ритуалов в каждом племени был шаман он знал секреты колдовства и целительства пользуясь специальными снадобьями шаман впадал в транс и устанавливал контакт с духами магическое действие постепенно превратилось в танец ритм движения задавался ритмом первых примитивных ударных инструментов зарождалась музыка люди верили что жизнь человека не заканчивается смертью что она продолжается в невидимом параллельном мире духов было важно поддерживать связь с душами умерших поэтому похороны стали серьезным ритуалом изготавливая различные необходимые в хозяйстве предметы вырезая их из дерева кости или высекая из камня люди не могли не заметить что иногда какой-нибудь недоделанный нож мог напоминать фигурку животного или человека если ее чуть усовершенствовать то получится уменьшенная копия например женской фигуры так появилась скульптура она тоже использовалась для магии фигурки могли быть оберегами от злых духов или талисманами на удачу рисование же изобрели позже на тысячелетия первобытные люди рисовали или процарапывали изображения на стенах пещер на поверхности скал или больших и маленьких камнях возможно изображения создавали шаманы рисунки были не для красоты или передачи информации они тоже имели магическое значение когда ледниковый период закончился 12 тысяч лет назад наступил мезолит люди очень сильно изменились они начали стыдиться ноготы как адам и ева после грехопадения это не значит что они раньше ходили голые по сугробам нет конечно они кутались в теплую сшитую из шкуры одежду но у них не было нефункциональной одежды которая не греет это только прикрывает тело от взглядов а в мезолите на скальных рисунках впервые появляются женщины в юбках возможно это связано еще и с тем что раньше был матриархат то есть в обществе доминировали женщины даже боги были женского пола есть теория что доминирующее положение женщин связано с их способностью производить на свет новых людей это конечно казалось в те времена чистым волшебством роль мужчины в данном процессе не была вольностью и сна и например вот у современных ныне живущих австралийских аборигенов которые ведут и сейчас первобытный образ жизни есть поверье что души умерших попадают в радугу а потом в каплях дождя падают на землю и оказываются в водоемах женщина идет купаться и может забеременеть в мезолите люди начали впервые заниматься сельским хозяйством приручили животных они выращивали хлеб и овощи разводили скот этот тяжелый труд конечно был в основном мужским ведь женщинам нужно было рожать детей следить за ними и заботиться о домашнем хозяйстве началось накопление богатств в руках наиболее успешных мужчин и они стали доминировать над женщинами теперь чтобы выжить каждой девушке необходимо было найти себе мужа ей было жизненно важно сделать все чтобы он не бросил ее со всеми детьми наступила эра патриархата возможно на этом этапе женщины стали тоже в какой-то степени собственностью мужчин и появились платья чтобы только муж мог любоваться телом жены люди изобрели лук он намного упростил охоту но также его начали использовать для убийства себе подобных первые воины в истории человечества относятся к мезолиту причиной может быть то что таяние ледников в процессе потепления климата привело к повышению уровня океана огромные прибрежные территории заселенные людьми ушли под воду людям надо было куда-то уходить к счастью они изобрели колесо и телеги которые тащили за собой тяглые животные должно быть облегчили переезд однако приходя на новые земли они могли сталкиваться с другими живущими там племенами что приводило к военным конфликтам несомненно воины были и с целью грабежам следующий период неолит в это время изобрели ткацкий станок очевидно сначала научились делать сети для рыбной ловли а потом по тому же принципу стали изготавливать ткани в неолите появилась керамика люди попробовали обжигать глиняные сосуды обнаружили что они становятся прочными и водонепроницаемыми и теперь можно было приготовить еду в горшочке сварить овощи мясо суп кашу у глиняных сосудов удобно было хранить и перевозить продукты и напитки зажиточные люди уже не хотели жить в простых хижинах они строили каменные дома поселения росли и превращались в первые города люди в этих городах жили очень тесно каждый день они контактировали с животными ведь свинарники и курятники располагались вплотную к жилым домам микробы естественные для животных стали попадать на людей вызывая болезни сократилась продолжительность жизни появление городов положило начало денежным отношениям сформировалась правящая элита общества армия и зародились первые государства а когда люди научились выплавлять металл закончился каменный век за ним последовали медный бронзовый и железный время ранних цивилизаций но сейчас наша тема каменный век и об искусстве каменного века мы поговорим в следующий раз более подробно как век и Продолжение следует...